Добрый вечер! И, слава Богу, что мы продолжаем, теперь новый сезон открываем, будем беседовать на разные темы. Да, мы тоже вас рады видеть и продолжить разговор о духовной, вечной жизни и о спасении наших душ. Ну, как мы в прошлые сезоны этим же занимались, так и продолжим по традиции. Господь Иисус Христос называл своих учеников, бывших рыбаков, ловцами человека, сетью, для которых явилась уже потом последствия Евангелие. Как говорят святые отцы, Евангелие – это главная книга жизни, в ней есть вообще всё для нашей жизни. И, как говорят тоже святые отцы, когда мы молимся, мы говорим сами Господу, а когда мы хотим услышать Господа в ответ, мы открываем Евангелие. Вот предлагаю посвятить нашей уже подобной традиции передачи чтению Евангелия. И сегодня вот со слов Спасителя начнём, который будет читаться на ближайшем воскресном богослужении. Кто придёт на литургию, в храм, те услышат эти слова. Церковь и на церковном славянском языке мы с вами будем читать в переводе на русский, чтобы было понятно. Вот и так, Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11. Послушаем Евангелие. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети, войдя в одну лодку, которая была Симонова. Он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыб ими пойманных. Также и Якова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. – Итак, как раз мы начинаем с того отрывка, как вы начинали передачу, о призвании апостолов для уловления человеков. – Действительно, в этом мире мы, можно сказать, обречены попасть в те или иные сети. То есть, либо человек подпадает под одно влияние, либо под другое влияние. И этих различных сетей, куда человек может попасть, огромное количество. Но их можно разделить, так сказать, глобально на две сети, которые, собственно, в этом мире есть. Сеть Божию и сеть Бесовскую. Собственно, только две силы духовных, о которых мы сейчас и говорим, в этом мире присутствуют. И эти духовные силы, естественно, борются за каждую душу. И Господь об этом как раз и говорит апостолу, что будешь ловить человеков. И мы, даже неверующие люди, не только в Бога, но и в присутствии бесов неверующие, считают, что вроде бы как бы нету этих сил, но попадают также в сети. Кто-то, как мы называем дурными привычками, подпадает под влияние алкоголя, кто-то под наркотики, это сеть. Кто-то подпадает под какие-то различные человеческие влияния. Психологи называют это манипуляциями. Это тоже сети. Кто-то подпадает под другие интересы. Ловля рыбы, охота, какие-то хобби и прочее. Это тоже сети. И человек, попав в эти сети, он тратит всю жизнь фактически на это его избрание. Вот он выбрал этот участок, ему он больше понравился, этих сетей. И он в этих сетях барахтается потом всю жизнь, и уже сложно ему оттуда выбраться. И зная это, Господь и создал ту сеть, которая все-таки изымает людей из этих сетей бесовских, сетей мира сего, и все-таки привлекает их к Богу, о чем мы, собственно, сейчас и прочитали в Евангелии. Будем с вами все подробно разбирать, то, что мы прочитали. Когда происходит это призвание? То есть это в начале служения Господа или он сначала сам? Ну, мы помним, что Господь вышел на проповедь в 30-летнем возрасте, 33 года. И, конечно же, в 33 года был уже распят. Вот эти три года с 30 до 33 лет он проповедовал. И мы видим, что на крещение он пришел один, но уже там к нему присоединились Андрей и Петр. И мы видим, что сначала они не ходили за ним, потому что здесь мы смотрим по тексту, и видим, что они ловили рыбу, и Господь к ним один пришел и призвал... То есть они были учениками крестителя Иоанна сначала, да? Да, апостол Андрей был учеником Иоанна Крестителя, апостол Петр не был прямым учеником, но все-таки тоже знал об Иоанне Крестителе, так как брат ему рассказывал. После крещения Андрей пришел к Петру и сказал, я нашел Христа. И вот, собственно, с этого момента началась эта история их призвания. Но в дальнейшем они, мы видим, все-таки вернулись себе на родину, где они, наверное, с детства занимались рыболовством и этим жили. Ну и, собственно, к ним опять Господь второй раз уже приходит и опять призывает их теперь уже вот таким чудесным образом. Ну, сначала Господь один проповедовал. Для чего им понадобились потом ученики? Ну, само слово апостол, это в переводе понимается как свидетель. То есть Господь, понимая, что одному ему будет трудно донести все необходимое для людей, потому что ему фарисеи говорили, ты сам о себе свидетельствуешь в одном из споров с ним. Поэтому он призвал учеников своих, апостолов, которые были свидетелями всех его чудес. Кроме того, Господь знал, что он уйдет из этого мира через крестные страдания, и чтобы после него остались проповедники, те самые апостолы, свидетели, он их и призвал. То есть фактически эти 12 человек, это была первая церковь, которую сам Господь своим призванием непосредственно, он каждого из них призывал, различными образами, но призвал каждого из них, Господь создал первую начальную церковь христианскую в лице этих 12 учеников. То есть современная церковь, это как мы веруем в апостольскую церковь, да? Да, она и называется апостольской церковью, потому что от апостолов она берет свое начало. И мы, если сейчас продолжим, так сказать, в обратном летоисчислении смотреть, откуда сегодняшний патриарх. Потом перед ним следующий, до него патриарх и так далее. По патриархам мы дойдем до апостолов. Каждый из них рукополагался другим патриархом, и в конце концов такая вот цепочка передачи благодати и рукоположения, она доходит непосредственно до апостолов, которые рукоположили своих учеников на епископские чины. И, собственно, это были те первые епископы, которые в дальнейшем уже служение апостолов продолжили в этом мире. То есть апостолы – это и свидетели, апостолы – это и первоначальная церковь. Апостолы – это те друзья, которых сам Господь говорит, что вы уже не слуги и не рабы, вы уже друзья мои. Потому что знаете уже, что я здесь в этом мире хочу делать. Здесь очень множество, так сказать, различных моментов, связанных с апостолами. Ну, в данном случае он их призывает еще и вместе с собою уловлять души человеческие. Наш апостол Андрей. В России, да, Андрей Первозванный, и он так назвали, потому что он был первым призван Господом в момент крещения своего на Иордане. И в России он проповедовал, начиная от Черного моря и вверх до Валаама. Он дошел по рекам, проповедуя и в Киеве, и на Валааме окончил свою проповедь. То есть он нашу русскую землю осветил своей проповедью евангельской. Увидел Господь две лодки стоящие на Удиве. Как мы видим, одна до Симона была, а вторая лодка чья? Как раз Андрей и Иаков, ой, Иоанн и Иаков. То есть Андрей и Петр в одной лодке, а Иоанн и Иаков, они в другой лодке. То есть они братья в своей, те братья в своей лодке. И они, так как были они еще и друзья, кроме того, что они как апостолы вместе трудились, они еще были друзьями, я так понимаю, с детства, и всегда ловили рыбу вместе. Как мы с вами уже рассказали, что там были четыре ученика. Но здесь именно идет речь о Симоне. Симон – это Петр, да? Почему такая ключевая роль ему сейчас выводится? – Ну, Господь даже переименовал его. То есть его при рождении родители назвали Симоном. Но Господь, видя его внутреннее вот такое устроение духовное, Он его назвал Петром, что значит камень. То есть фактически показывая, какая твердость веры у него внутри была. И мы видим, что в дальнейшем Петр очень ярко проявил свою веру. Он был первейшим из всех апостолов, но он пошел по воде. Никто не рискнул по воде идти к Господу. Он следовал за Господом, когда его ввели в дом Каяфы для суда. И там был и сидел у костра, грелся и смотрел, что же дальше было. – Но тем не менее он пошел. – Он пошел, он везде с Господом был. Он клялся Господу, что он не оставит его даже до смерти перед вот этими крестными мучениями. Он чудеса творил такие, что исцелял и воскрешал. – Тень его проходила. – Да, проходящего Петра тень исцеляла лежащих, просто вдоль дороги клали больных. И его тень Петра исцеляла этих людей. Он множество тысяч народа израильского крестил. То есть он был действительно твердый проповедник. И ему даже ангелы, явившиеся Марии Магдалине, жены Мироносицам, сказали, передайте Петру, чтобы он апостолов собрал. Вот и Господь будет встретиться с ними на горе Елеонской, то есть Малой Галилее. То есть ангелы передали именно ему, как главенствующему из апостолов. Но и кому ключи от Царства Небесного Господь дал? Петру. И кто Господа назвал Господом, Христом, Спасителем из всех апостолов? Ведь Господь спрашивал всех апостолов вместе, за кого сыны человеческие меня принимают? Ну, вот все апостолы говорили, кто-то пророк, кто-то там Илья пророк, кто-то еще, кто-то из древних, а вы за кого? И все замолчали. И только Петр воскликнул, ты Христос, Сын Божий. Да, и он осмелился потом прикословить, да не будет этого с тобой. Ну, да, при всей его вот этой твердости веры он имел огромную любовь к Господу и был очень такой горячим человеком. Поэтому, когда он услышал, что Господь говорит, я иду в Иерусалим, и там меня предадут в руки язычников и грешников и убьют, вот он возмутился от всей души и сказал, да не будет этого Господи, не пойдем в Иерусалим, да? И его Господь даже так вот приструнил, сказал, отойди от меня сатана. То есть через Петра в этот момент сатана пытался искушать Господа. И он объяснил Господь, ибо ты думаешь о человеческом, а я думаю о Божьем. То есть вот эти все моменты показывают, насколько близок был Петр к Господу, насколько он был тверд в вере, насколько он любил и искренне шел за Господом везде и всюду. Это его характеризует как камень Петра. Для чего Господу для проповеди понадобилась лодка? Ну, здесь, так сказать, с технической точки зрения удобнее было чуть-чуть отойти от воды, чтобы люди, естественные преграды водные, они выстроились в цепочку на берегу и слушали, так речь доходила бы до всех. Кроме того, в Евангелии есть ответ, теснил народ его, то есть так как рядом с ним стоящие, конечно же, слушали спокойно, но те, кто стояли за ними, за спинами третьих, четвертых, десятых рядов, они, естественно, надавливали на впереди стоящих, и это суммировалось, и в итоге Господу просто толкали, можно сказать, на берегу воду. Это такая природа толпы, что называется. Вроде бы как бы я не сильно толкаю, но когда один не сильно, второй не сильно, третий не сильно, в итоге это очень большое усилие получается, и даже вот в толпах могут задавить людей таким образом до смерти. Поэтому Господь, чтобы это ограничить, и чтобы распределился народ побольше по берегу, чтобы до всех доходил, Он сказал, отплыви немного от берега, и поэтому его все видели, все выстроились цепочкой на берегу и слушали. Потому что за Господом ходило до пяти тысяч человек единовременно. То есть вот, представляете, там огромная толпа из тысяч людей, как до нее донести? Это сейчас есть микрофоны, какие-то экраны, а раньше никаких микрофонов, усилителей, ничего не было. Как донести до каждого, чтобы услышал? Конечно же, те, кто не слышали, они пытались подойти поближе, и это создавало толку. А есть ли какой-то символизм в том, чтобы лодки, ведь на самом деле, я, конечно, не физик, но, например, пробовать над водой, мне кажется, вода как-то поглощает звук. Наоборот, нет, наоборот, вода, наоборот, усиливает звук, то есть вот эта ровная поверхность, она создает нормальное прохождение звуковых волн. А если бы какие-то препятствия, там, ну, не знаю, деревья, там, какая-то растительность, она, наоборот, гасит звуковые волны, поэтому здесь тоже Господь и это продумал, то есть ему было проще так донести свои слова до людей. Еще есть в Псалме 28, по-моему, да, «Глаз Господь над водами». Есть такие фразы, очень много таких, и носился дух над водою, да, то есть в бытии, при сотворении мира, и эти моменты, они также пересекаются. Здесь глаз, прямо вот Господь над водой здесь раздавался, в прямом смысле этого слова. Ну и, конечно же, символизм есть в этом, потому что лодка – это всегда такое убежище водной стихии, которое не дает человеку утонуть, и Господь призывает всех к себе в эту лодку. Находясь сам в лодке, Он как бы говорит, что вот и вы придите в мой корабль, в мою церковь, чтобы здесь Я мог вас сохранять от потопа. Только уже не от того вселенского потопа водного, а от потопа греховного, страстей человеческих, и того, что мы называем миром бушующим, такой каждый день приносящим какие-то волны искушения на каждую голову человеческую. Ну вообще лодка, да, вот в Евангелии неоднократно упоминается, и Господь там часто тоже с нового берега на другой перебирался на лодке. Ну, без лодок, конечно же, как и сегодня, без кораблей не обходилась жизнь человеческая. И в любом случае лодки использовались людьми в те времена также очень активно. Конечно же, они были дорогостоящие, потому что не было таких технологий, таких инструментов, как сейчас. Тогда все было намного сложнее. Кроме того, и древесина была не так доступна, как сейчас. И даже есть такие археологические находки лодок периода земной жизни Господа Иисуса Христа. Нашли прям лодку в Галилейском озере, утонувшую 2000 лет назад. По радиоуглеродному анализу сделали древесины временной анализ, и да, 2000 лет назад она утонула и была, так сказать, в Иле законсервирована. Но в связи с тем, что сейчас с потеплением климата и с различными другими засухами, вода озера Галилейского или Генесарецкого, это одно и то же озеро, значит, разные названия у него, но тем не менее одно и то же озеро, она отступила, и берега ушли очень далеко вглубь озера, то эту лодку, ее корма выступила из Ила, и ее увидели просто прогуливающиеся там по берегу люди. А чуть после этого они сообщили в инстанции, туда приехали археологи, раскопали лодку. И в итоге мы знаем, какие лодки были на тот момент. То есть она не метр на два? Ну нет, это не наша, конечно, там какая-то байдарка или там резиновая лодочка для удилищика рыбы. Нет, это большая лодка, 20,5 метра она только в ширину была, и около 10 метров в длину, то есть, представляете, сколько там людей могло поместиться, до 20 человек. Плюс груз можно было в ней перевозить, и она могла и под парусом ходить, и на веслах ходить. Сделана была из огромного количества, так сказать, пород древесины, потому что ученые взяли анализы всего корпуса и увидели, что вся лодка сделана без единого гвоздя, из множества пород дерева, о чем это говорит о том, что древесины не хватало явно в тот момент, поэтому собирали различных кусков, эту лодку склеивали, можно сказать. Но, тем не менее, вот эта лодка нам теперь известна, и в такой же лодке Господь переправлялся через Генесарецкое озеро, в землю Гадаринскую, например, или в другие места по Евангелию мы можем много мест таких определить, где он был. На лодке плавая. Ну, самая первая лодка, наверное, Ноевская. Ну да, Ноев Ковчег, он известен всему миру, не только по евангельским текстам, но и по другим различным повествованиям различных народов, вплоть до Австралии. То есть сейчас множество известно таких легенд из уст различных народов, никогда друг с другом не пересекавшихся, ну, допустим, австралийцы и израильтяне, когда они где могли пересечься, но и те, и другие, или там китайцы тоже, они все говорят, что был потоп, что была большая лодка, в которой было 8 человек спасенных. А лодка там 100 метров, как полстадиона? Ну, у китайцев или там у австралийцев нет точных данных о лодке. А в Библии мы читаем, что она была длиной 125 метров. Там животные каждый тварь по паре. На первом этаже, да, значит, на первом этаже были животные, на втором этаже были продукты питания, на третьем этаже были там, ну, также животные, и семья жила, собственно, Ноя. Вот, и эта лодка, она пережила вот этот потоп. То есть, ну, это такая баржа огромная, 125-метровая баржа, это больше, чем стадион, да, и шириной, по-моему, 35 метров, если я не ошибаюсь. То есть, так же и высоты, там, 15 метров высотой она была. То есть, каждый этаж по 5 метров высотой, но вполне достаточно, чтобы там, ну, может быть, какие-то поменьше, какие-то побольше, где-то там слоны должны были с жирафами поместиться. Вот, таких уточнений нет. Но, тем не менее, это описано в Библии очень точно, в локтях все, в переводе на наши метры, вот такая размер этой лодки была. И, кроме того, она еще и сохранена до сих пор на горе Арарат, она в седловине этой горы, горы Арарат, две вершины, и вот такой между ними седловина, там ледник, в этом леднике, но и в ковчег по-прежнему в мороженое лежит, вот, сохраняет Господь его на какие-то последние времена, наверное. Это, Зожа, для нас такой хороший урок, когда мы часто возмущаемся, когда, например, очень много народу в храме, и мы говорим, ой, ну надо же, сколько народу, прям как некомфортно. А если представить, как вот Ной там, да, со всеми животными, что там творилось, какие, наверное, запахи были, все это. Ну, конечно же, он же сверху жил, а внизу животные, и, соответственно, все это вверх поднималось. И они спасались таким образом, да. И они спасались, и причем это год проходило все в течение года, весь потоп закончился, то есть после года этих испытаний, они только вышли на землю, на горе Арарат как раз вышли на землю, где Ной в ковчегах до сих пор и лежит. И, ну, это для нашей капризной сегодняшней реальности жизни, ну, это, конечно же, удивительный подвиг является, да. Мы-то привыкли, надо душ принять, надо там круассан с кофе. Чтобы дистанция, чтобы нас не трогали. Чтобы я мог уединиться, а там ничего, и еды там на год представлять, чем они питались. Ну, конечно же, только запасенными продуктами питания, холодильников никаких не было, ничего такого не было, но только какой-то сухопаи, значит, сухой паек был у них на это время, которым они питались год целый. Воду из-за борта черпали. Значит, она была, может быть, она и не была соленой, а может была соленой, мы не знаем, какая была вода в том великом океане, покрывшем всю землю, потопе. Потом еще одна лодка тоже, да, вспоминается. Это когда Моисей в корзинке, да, плавал по реке. Ну, да, это такая условная лодка, потому что там мать его, Моисея, которая не хотела, чтобы его убили, как первенца, да, тогда убивали всех мужеского пола первенцев, египтяне, евреев. Соответственно, она его таким образом попыталась спасти, спрятать. То есть она положила его в корзиночку и попустила, по нему плыть. И он уплыл прямо в сады царские, где, собственно, был подобран дочкой фараона и там воспитан. Он, будучи младенцем, он туда приплыл и таким образом был спасен от убиения пророк Моисей. Тоже лодочкой, небольшой лодкой, в которой, собственно, он только и помещался. Да. Еще есть два похожих эпизода, да, связанные с лодкой в Евангелиях, да, когда ученики плыли на лодке в ночи. Сначала там, значит, в одном случае с ними был Господь, он спал на корме, да, а в другом случае Господа не был с ними, он сказал, вот, причем он их так вот забыл слово, в общем, убедил их, они не хотели от него отлучаться, чтобы вот они плыли без него пока. А он потом к ним шел по воде, вот они потом испугались, там, да, подумали, что это призрак. Вот специально эти приведены два примера в Евангелиях, да, что сначала Господь вроде как в лодке с ними, да, спит, а потом они одни. Ну, если брать вот все упоминания о лодке, да, с Господом, то есть здесь мы вот в этом Евангелии мы видим, что Господь один в лодке находится, да, а народ стоит на суше и просто его слушает. Потом мы видим, что Господь уже плывет с учениками вместе в этой лодке и спит. Хотя буря, хотя ветер, хотя начинает захлестывать вода через борта лодки, и она уже начинает тонуть фактически, они наверняка еще учерпывают воду оттуда, то есть и удивленные, наблюдая, как же он спит-то вот во всей этой, в этом катаклизме. Господь спит. И он проснулся только тогда, когда они его позвали. Они позвали, Господи, погибаем. После этого Господь встал, что же вот такие вот немощные вери, да, маловеры, и повелел буря утихнуть, все затихло. И они были поражены, так же, как в сегодняшнем Евангелии поражены ловлей рыбы, там они были поражены, что он управляет и ветром, и морем. Кто же это такой, да. Ну и третий вот эпизод, да, с лодкой, когда он просто сказал, так, садитесь в лодку и плывите в землю генесаретскую, да, и они поплыли через море, а он остался помолиться. Но вот тоже послушание, а как же он, он же один остался, как же он, а мы как же как-то вот, как же мы соединимся, где же он нас найдет. Они вот, наверняка эти мысли были, но они не ослушались его, не дерзнули ослушаться и задавать ему вопросы. Но сели, как им сказал Господь, и поплыли. И он их ночью нагнал пешком, идя по воде. Они боролись с ветром и волнами, они тоже утопали, они не сдвигались с места, потому что ветер был противный, да. А Господь спокойно шел по этим волнам, и даже как будто мимо их хотел пройти. Миновал, написано, да, миновал. То есть он показал, что он мимо идет, а вы вот тут боритесь, ничего страшного, а я пошел, да. Но, тем не менее, вот они от ужаса воскликнули, и он сказал, не бойтесь, это я. И удивительно, тут опять Петр проявил свою вот эту ревность и твердость духа. Он один воскликнул, но если это ты, Господи, повели мне прийти к тебе по водам. Как ему в голову это пришло. А он, наверное, так же, как помните после воскресенья тогда, он тоже не стал ждать, побежал, там разделшись, бросился в воду, бежал. И здесь он, наверное, тоже как увидел, Господа, по любви. Но вот кто из людей, ну, представьте, вот вы сидите в лодке, вокруг вас буря. Вы видите фигуру, идущую по волнам. Вам в голову придет, повели мне, Господи, прийти к тебе. По этой, да и в голову такой даже не придет. Вот это ему, это почему-то вот в голове его сложилась такая концепция, такой вот подход. Хорошо, Господь, если это ты, скажи, чтобы я к тебе пришел. Господь сказал, хорошо, иди. И он вышел и пошел. Сам себе, наверное, удивляясь. А уж как были удивлены другие ученики в лодке, наблюдавшие за этой картиной. Я думаю, они все были удивлены еще больше, чем это ловитвы рыбы или там другими чудесами. Здесь нарушались законы природы, законы физические нарушались. И он, тем не менее, пошел по волнам. Ну, естественно, вера у него была, как у каждого из людей, все-таки не мощная, то есть не идеальная. И он в какой-то момент усомнился, видя ветер, видя волны. А почему, да, написано, что не испугался там глубины моря, да, а испугался, что ветер испугался. Ну, он видел волны, которые его начинают, так сказать, может быть, на него идут волны большие. И он думал, что, ну, сейчас захлестнет меня этой волной, и все. И мы не знаем, что творилось в этот момент в его голове. Он находился один, фактически, посреди огромного Галилейского озера. То есть он пока видел Господа, да, он к нему шел. Как только он отвлекся на волны, на ветер, все у него в голове сразу смешалось, вера у него сразу ослабела, и он начал тонуть. То есть мы видим здесь тоже яркую картину того, как Господь учил апостолов. Он учил их не только словами, не только рассказами о Царстве Небесном, о каких-то заповедях, каких-то блаженствах, или еще что-то. Какие-то другие моменты, ну, таинственные, связанные с телом и кровью Христовой, или еще чем-то. Но он еще учил их вот таким образом пересиливать внутри себя привычку к этому мирскому закону плотскому. Что духовный закон, показывал Господь, он сильнее плотского закона. И что вы можете даже горы переставлять, если будет вера у вас с горчичное зернышко, маленькое зернышко. А здесь он ни горы не переставлял, он по морю шел пешком. Но вот все-таки веря ослабел, и поэтому потерял из вида Господа, и воскликнул, Господи, спаси, утопаю. И, наверное, по нарастающей, да, получается, Господь, то есть они как на определенный уровень своей веры поднимались дальше, да? То есть сначала он с ними их поддерживал как бы. Ну, как и любого ученика, сначала там учат на палочках считать, потом, значит, какие-то палочки начинаем рисовать в тетрадочке, потом уже уравнение и прочее, прочее. Так и здесь, по мере усложнения, по мере возрастания сил, понимания и духовного какого-то разумения апостолов, Господь им предлагает все новые и новые уроки, через которые они восходят от силы в силу, от веры к вере более крепкой. И, конечно же, образуются как апостолы. То есть они внутри себя изменяются, становятся другими. Те рыбаки, которые ничего не знали, ничего не понимали в начале этого пути, и те апостолы, которые проповедовали потом Евангелие по всей Римской империи, вплоть до Индии, ну, это совсем другие люди уже стали. И это Господь их воспитал. Почему указывается, что пришли в четвертую стражу? То есть я так понимаю, что они там боролись всю ночь с этим ветром, да? Да, они вот где-то на середине озера, я так понимаю, началась буря, и они вот как уже ни с места не могли сдвинуться. То есть они гребли, они там что-то пытались сделать, но лодка с места не сдвигалась. Они всю ночь вот в этом пребывали, в этом борении. И четвертая стража – это предутренние часы с трех до шести утра. Если на наш, так сказать, временной режим переходить, то вот представляете, до трех ночи они вот плыли и боролись, и погибали. И уже перед утром, но всегда говорят, что перед утром самая большая тьма, самое большое искушение. И вот в эти часы предутренней тьмы Господь им и помог, и спас. А для чего так поздно-то? То есть испытывал их терпение? Ну, в общем-то, да, вопрос, конечно, резонный. А почему Господь сразу их не вытащил, так сказать? Чего ждать-то было, да? То есть, ну, он же что, он не знал, что ли, что они там начали, грубо говоря, там с девяти вечера они начали бороться, например, да? И до трех часов ночи они пребывали в этой борьбе. А чего он раньше стоит? Ну, то есть здесь мы, как потребители, начинаем требовать уже от Господа. Так, Господи, а что ты... Где же ты был-то? Да, заставляешь-то, как же? Мы-то тут вот все в трудах, а ты даже не обращаешь внимания, что ли? Нет, в этом тоже есть определенный промысел Божий о устроении апостольском, чтобы они глубже ощутили силу Божию, глубже поняли духовный смысл существования их. Они должны были испытать на себя все тяготы вот этой плотской жизни, нападки и стихий, и бесов, и прочего всего. И уже, так сказать, когда этот накал доходил до максимума, который они могут выдержать, тогда Господь им протягивал руку и спасал. Собственно, так происходило со всеми святыми угодниками Божьими, и с мучениками так же происходило. То есть Господь их спасал в момент, когда они уже вот изнемогали и просили Господи, вот помоги, потому что изнемогает наше тленное естество человеческое. То есть до какой-то грани человек доходит, до отчаяния уже, да? Ну, не до отчаяния, а до... Предела своих сил. Да, потери уже всех своих сил. То есть он уже все, что мог, он выдал, так сказать, и уже дальше не может ничего делать. И тогда, как Господь говорит, в немощи вашей силы моя совершается. Вот когда уже эта немощь полностью ощутилась ими, тогда Господь им помог. Для чего? Ну, только для того, чтобы они это себе не присвоили потом. Что это мы такие вот сильные, что это мы вот справились, что мы перебороли это искушение. Нет, Господь ждет. И когда уже человек убедится в своей немощи, а через это приобретет смирение, тогда Господь приходит и помогает. И кроме того, дар осваивается, да, человек, он больше запомнит его. Когда это было продолжительное? Ну да, когда человек дается, так сказать, все легко и без усилий, человек это не ценит. Это касается даже обычных мерзких каких-то утех, мерзких каких-то подарков или еще чего-то. А вот если сам человек зарабатывает и потом приобретает вот эту вещь или вот этот там какой-то момент в жизни, он очень ценит, потому что он ощутил, насколько трудно было его достигнуть, приобрести, и поэтому он его хранить начинает. А если ему что-то так вот даром дается, он этого не ценит и не бережет, что самое страшное. Господь, что он проповедовал? То есть ему лодка для чего понадобилась? Господь говорил всегда к простому народу притчами, ну, в том числе, например, притч о сеятеле, где он говорит, что вот вышел сеять и сеять, и одно зерно упало при дороге, было склевано птицами на дороге, второе упало на каменистую почву и вроде бы возросло быстро, но потом увяло, потому что корень не мог расти дальше, там камень был под небольшим слоем почвы. Третье упало в какую-то землю, заросшую сорняками, терниями, и также было задавлено терниями. А четвертое семя упало в доброй, хорошей земле и принесло плоды на 60, на 30, на 60, на 100. Соответственно, и другие притчи о Царстве Небесном, ну, том же там, о вере, там, что горы можете представлять. То есть Господь это все говорил всем людям для того, чтобы они, ну, кроме Его непосредственного образа и примера, как сам Господь жил, чтобы с Него пример брали, они еще это пропускали через свою рассудочную часть души, то есть через разум, и понимали. То есть не просто подражали по действиям, но еще и с пониманием к этому относились. Поэтому Он говорит, вы мои друзья, потому что вы понимаете, что Я делаю. Уже не просто делаете как по приказу, вот сделай это и все. А вы понимаете, зачем это происходит. Поэтому Господь это все объяснял, рассказывал, разжевывал, и многократно на различных примерах и притчах объяснял это людям. Поэтому, конечно же, и апостолы все эти притчи знали, потому что при них Господь обращался к людям, и они все это тоже так же прекрасно понимали. И потом еще и спрашивали, объясни нам эту притчу, объясни нам эту притчу. То есть это все в Евангелии мы читаем. Да, вот согласно притче о сеятеле, который сеял семена, и согласно этой притче, что люди все на четыре части разлины, и только одна из них спасающаяся. И сам Господь сказал, что вам дано апостолам знать тайны царства небесные, а им не дано, они видя не видят, слышат не слышат, не разумеют, кто умеет уши слышать да слышат. Почему вот так, одна четвертая часть людей спасающихся, что не всем дано? Ну, судя по славам Божьим, не всем дано. В другом месте Евангелие Господь говорит, вы малые стады спасающиеся. То есть мы малые стады, которые спасаются. Большинство людей гибнет. Но дано всем, только не все ищут. К сожалению, да, к сожалению, это не от Бога зависит, что вот одни спасаются, а другие нет. Это вот он взял так, вот вы будете спасаться, а вы не будете. То есть такого нет. Господь дает всем без исключения. Но кто-то это принимает, интересуется этим и старается это воплотить в своей жизни по учению Божьей. А кто-то это послушает и забудет. Ну да, прочитали, читали, галочку поставили, все. То есть дело в желании самого человека. Дело в том, что нужно не только слова слушать, но и исполнять. А если человек и слушать не хочет даже, то тогда уж какое там исполнение. Некоторые слушают и не исполняют. Это тоже плохо. Это как раз то самое тернии, которое задавливает добрые семена. Семена как раз слова Божьи. А есть люди, которые даже и слышать ничего не хотят. Так и говорят, не надо мне об этом, давайте о чем-то другом поговорим. Это все не для меня. Я другого, так сказать, теста с краёна. Это все мне неинтересно. Они таким образом, они сами себе закрывают путь к спасению. Не Господь им закрывает. Они сами затыкают уши, закрывают глаза, не видят, не слышат и ничего делать не хотят. Зачем лов рыбы? Ну, Господь проповедовал всё. Зачем нужно было Господу сказать Петру, иди и вернись, поймай рыбы? Ну, Господь же знает, что человек состоит из двух половинок. И с телесной и духовной. И пища нужна и духовной, и телесной части человеческого естества. Поэтому, после того, как он накормил их всех проповедью своей, рассказал тайны Царствия Небесного, то есть души их ублажил и окормил, он потом подумал о их телесном естестве, чтобы они голодными не остались. И он знал, что они ничего не поймали в эту ночь. Не требовалось Петру восклицать. Мы ловили и ничего не поймали. Но они уже даже вымывали сети. Они уже всё, они собирались идти домой. То есть сети осталось только отмыть от водорослей, от всяких там каких-то палок или ещё чего-то там в воде прилипшего. Собрать, просушить и унести домой, чтобы их никто не украл. Но здесь вот как раз получилось то, что Господь о них позаботился не только о душе, но и о теле. Он говорит, давайте вот ещё половим. И Пётр, будучи рыбаком профессиональным, он понимает, что в сеть рыба попадается в основном в ночное время. Она не видит в темноте сеть. И тогда проще её ловить. При дневном свете обычно никто не ловит рыбу, потому что сеть видна в воде висящая, и рыба её пугается и уходит. Он говорит, Господи, мы всю ночь ловили и ничего не поймали. Да тем более тут ещё шум людей, сколько собралось. А тут ещё и люди, и мы, собственно, и сеть сейчас будем забрасывать. И что мы там, мы тем более ничего не поймаем. Но как ты сказал, Господи, так я и сделаю. То есть с его, так сказать, с разумом профессионала он отрицал, что что-либо может произойти. Он понимал, что это безумие. Исключено. Безумие, да. Невозможно так ловить рыбу, так никто её не ловит. И тем более и рыбы-то тут нет, потому что мы всё здесь обловили, ничего не поймали. Но с послушанием Богу он, вот, второе качество и души, он всё это превозмог, свои рассудочные, так сказать, действия. И удивительно получился результат. Он послушался Бога, и Господь показал, что, оказывается, не по разуму происходит, а по воле Божьей в этом мире всё происходит. И часто есть такая поговорка, да, человек предполагает, а Господь располагает. Вот здесь Господь тоже. Пётр предположил, что да ничего не поймаем. А Господь расположил, сказал, нет, вот будет, и всё было именно так, как Господь и сказал. И как удивительно Господь, да, призывает к себе людей. То есть мы видим рыбаков с помощью рыбы, да, потом волхвов с помощью звезды. Ну да, это простолюдинов с помощью притчи. Волхвов, то есть мудрецов, он с помощью звезды, которую они наблюдали всю жизнь, и которые они знали, что вот звёздное небо, они изучили, ну, просто, так сказать, всё досконально. И вдруг там появляется какая-то новая звезда, которую они не знали, но по пророчествам они знали, что эта звезда должна появиться, и в этот момент должен прийти спаситель мира. То есть и волхвов таким образом. Ну, каждого Господь вразумляет тем языком, на котором он говорит, то есть и те реалии жизни, которые человек понимает и в которых он живёт, с этими реалиями Господь к нему и приходит. То есть потому что, ну, нельзя к учёному, например, к какому-то физику прийти, и рассказать ему, ну, не знаю, там, о каком-то сельскохозяйственном каком-то моменте. Он не поймёт этих аналогий. И также к колхознику нельзя там спрести, как к физику-ядерщику. То есть каждому Господь даёт тот язык, который он понимает. И здесь вот рыболовам он пришёл с рыбой, к сеятелям он пришёл с притчей о сеятеле, к торговцам, у нас другое притча о купце там, который нашёл жемчужину и продал всё и выкупил. И каждому, там, виноградарем он пришёл с своей притчей. Вот это всё, вот каждому он искал свой подход, свой язык, чтобы максимально люди прониклись в то, чем он им пытался донести Царствие Божие. Пока про лов рыбы заговорились, помню, в тот же момент евангелист Иоанн описывает второй чудесный лов, тоже был, да, уже после воскресения Господа, когда Господь предварял на берегу, ждал. И было указано, что поймали 153 большие рыбы. Что-то символизирует это число 153? Ну, так, много есть предположений, но конкретной такой вот общепринятой версии нет. Но в Евангелии написано как 100 и 50 и 3. И некоторые предполагают из святых отцов, что 100 – это весь мир языческий, 50, как бы половина от этого мира – это народ израильский, а 3 – это, собственно, троица, которая была явлена во время крещения. Кто-то посчитал даже сумму, вот 153, из каких цифр можно это сложить, вот от 1 до 17, да, вроде как-то насчитали, там тоже свои предположения были. Кто-то еще что-то предположил. 153 вида рыб. Да, кто-то сказал, что на тот момент вот в народе израильском было известно 153 национальности, ну, народа, проживавших в округе, им известных. Соответственно, что Господь – это вот 153 национальности, 153 рыбы, Он всех поймал. То есть со всех народов Господь взял и уловил в своей сети души верующих людей. То есть множество здесь предположений, но конкретно вот какого-то единства нет. Да, к нашей истории вернемся, у нас уже прям время поджимает, хочется побыстрее все ложиться. Почему Петр вдруг стал вместо слова благодарности, да, и он так стал Господа просить выйти? И этот момент, кстати, пересекается, да, когда мы помним, что когда Господь исцелил Бесноватого, там странные жители Санны Гадаринской, они тоже просили Господа уйти. Но здесь-то остался Господь? Но Гадаринские стали говорить «Уйди от нас», потому что они испугались и побоялись за свое имущество. Если тут 2000 свиней погибло, то есть Господь только вышел на берег их земли Гадаринской, и тут же 2000 свиней бросились в море и утонули. Что же дальше будет? То есть все их хозяйство это, да? То есть все вообще погибло, а если он еще в город нам войдет, что же там произойдет? Они просто испугались за свое материальное имущество, за свое благосостояние. Из корысти такой? Из корысти, да, да. Это их бизнес был. То есть эти 2000 свиней, которые паслись там на поле, они их продавали, они сами-то их не ели, они их продавали язычникам за денежку. И вдруг эти все 2000 свиней утонули, и куда их теперь одевать? И как? Где возвращать деньги-то как? Но у Петра было другое состояние души. То есть здесь никакой не было ни корысти, ничего. Здесь он глубоко ощутил свою греховность. Он так сказал, либо я грешен, Господи, выйди от меня. То есть он ощутил свое недостоинство. Он как профессиональный ловец рыбы, он понял, что просто так случайность, но тут не пахнет никакой случайностью, что он увидел, что это чудо Божие, что вопреки всем законам ловитве рыбы, вдруг попалось такое огромное количество, что две лодки чуть не утонули, то есть лодки были забиты доверху рыбой. Он сказал, Господи, я грешен, я недостоин, чтобы ты был здесь, выйди от меня. Мы можем обратить внимание, что здесь он будет уже Господь, а перед тем, как перед ловом, он наставник. Наставник, да. То есть изменение души, его настроение душевного мы видим очень ярко в этих словах. Наставник, ну, наставники и люди бывают. Поэтому он как, ну, наставник и наставник. А здесь он как к Богу к нему отнесся, потому что он понимает, что человек такого чуда произвести не может. Он сказал, Господи, выйди от меня, я человек грешный. Ты Господи, а я человек. И Господь не уходит. А Господь его успокаивает, говорит, не бойся, будешь со мной ловить души человеческие. То есть как драгоценность, поэтому и он стал великим-то, да, Петр, за осознание. За свое смирение, за осознание греховного своего начала, естества своего греховного. И за смирение, и за покаяние пред Богом об этом грехе. Он всю жизнь плакал, например, при крике петуха, когда вспоминал, как он предал Господа трижды, отрекся от него у Каяфы, во дворе Каяфы, во время судища. Поэтому это покаяние его привело к величайшему призванию. У нас осталось всего полторы минуты. Как вот в нашей, да, подведем такой небольшой итог, как в нашей современной жизни адаптировать вот эту вот сегодняшнюю историю? Ничего не изменилось. Мы также в море бушующем, да, мы также имеем лодку, которой Господь всех нас призывает войти и спасаться вместе с Ним. И где Он может нас сохранять от этого бушующего мира. Тем более с нашими сегодняшними событиями, реалиями, которые искушают всех и вся, и очень много тревожных каких-то событий и прочего. Эти волны бьют, бьют в нашу душу, и многие не выдерживают этого. Здесь только присутствие в нашей душе и Господа, и наше присутствие в церкви даст нам успокоение и реальную защиту от этого шторма, который сейчас начался. Во всем мире сейчас шторм происходит. Везде сейчас это кризисная ситуация. И поэтому всех призываю войти в лодку с Господом и дальше из нее уже не выходить. Придите ко мне все труждающиеся, да, и я упокою. Да, я упокою вы, да. То есть мы имеем такого заступника, покровителя, как Господь. И почему бы этим не воспользоваться-то? Конечно, сам Господь нас зовет к этому. Надо этим пользоваться и иметь удивительную защиту и чудеса, которые Господь будет производить с каждым из нас. Да, наше время завершается. Благодарю вас, что вы к нам сегодня приехали. Если Бог даст, приезжайте еще. Спасибо, Господи. До встречи. До свидания. На этом все. До свидания.